Который вас поднимает, Аллах, Который вам дает дорогу на море и на суши, хатта иза кунтум филфулук, филфулки. И когда вы находитесь уже в море, в корабле, ва джарина бихим бирихин тайиба, эти корабли носят ее хороший ветерок. Понимаете, уже хорошо, нету никакой труднений, никакой вмешательства. Хороший ветер куда мне направлено, и так этот ветер меня отправляет. Ва фариху биха, и с радостью вы это находитесь на корабле. Джа от харихун асиф, и вдруг поднимается сильный ураган, сильный ветер. Представьте, человек, когда на корабле все идет нормально, и вдруг поднимается море, и поднимается ветер, и так далее. Мин кулли макан вазанну аннахум ухи табиим. И эти язишники. Аллах рассказывает, бра неверных людей. И Мухаммад им это рассказывает. Говорит, и тогда уже вы уверены, что вас охвачено со всех сторон. То есть нету спасения. Тогда что они делают? В этот момент вы опрощаетесь к Богу с искренностью. Мухаммад им это говорит, что из всего сердца мы опрощаемся к вам. Ой, Бог, спаси нас. Если нас спасаете из этого положения, мы будем очень благодарны. Смотрите, это у язишников было, это положение. И до сих пор вы увидите, когда на самолете, я лично это видел, испытывал. И, как сказать, видел, на глазах человек не признает Аллаха никак. Или человек неверный, или язишник, и так далее. Когда уже самолет падает, или что-нибудь дрожится, и так далее, уже сразу опрощается к Аллаху, о Бог, Господь, спаси нас. Понимаете? До этого они обратились к Господу. В сердце даже не было опрощения к Господу. А когда трудный момент, конечно, они опрощаются. Это Юнус 222 ая. И еще Аллах говорит, Аллах говорит, Когда вы находитесь на корабле в море, вы опрощаетесь к Богу искренне, ради Него, только от Него просите помощь. Только от Него просите помощь. Потому что они уверены, никто им не помогает. Невозможно. Только опрощаться к кому? Только к Богу. А когда Он вас спасает на суше, вы забываете, что Ему обещали, и что к Нему обратились. Еще Аллах, это было Аль-Анкабут, Баук. Это сура Баук, 65-я ая. И Аллах тоже говорит, А когда он их спасает на суше, как Аль-Анкабут, как Аль-Анкабут, как Аль-Анкабут, как Аль-Анкабут. Даю Аллаху мухлиссин лавуддин. Апротелиск Аллаху и просили от Него, обу-маши искренна. Ради Него, от Него. Фаламма наджаهم إلى лбарри, фаминхум муқтасиб. Вама яджхаду би айятина, илла кулу хаттарин кафур. И когда он их спасает, на суше, среди них есть кто очнулся. А в основном, Аллах не даст, Аллах не даст прямой, прямой наставлений тем людям, которые у них в сердце высокомерие. И именно отказываются от дороги Аллаха, высокомерные, те, которые отказываются от дороги Аллаха. Вот это в море были, и все видели, и они просили у Аллаха, и все равно продолжаются. Я хочу вам рассказать, что Икрема ибн Абюджахал, сын Абюджахала, сын яркого врага пророка. Абюджахал, Амру бнухишам, самый сильный враг, самый яростный враг против пророка был. Он умер, а его сын Икрема, когда Мухаммад завоевал Макку, Мекку завоевал, взял ее без никаких сопротивлений, потому что Аллах уже ему дарил, даровал этого. Икрема ибн Абюджахал знали, что Мухаммад его накажет, потому что он очень сильно ругал Мухаммада и воевал против него. Он сразу на море, там видел один корабль, сел там и все. Хотел убежать куда-нибудь подальше от Макки. Они в середине моря, Красное море. Поднялся сильный ветер, сильный поднялся все, поднялся море, вольны и так далее. И тогда корабли не как сегодня. Сегодня надо сильнее, еще сильнее. А тогда они друг к другу, люди находящиеся на этом корабле, сказали, Люди, знаете, что нету спасения. Спасемся только одним способом, обратиться к хозяину неба и земли. Это Икрема говорит, и что? Кому обратиться? Сказали, обратиться к хозяину неба и земли, и он нас спасет. Мы обычно так делаем. Он сказал, ну, уже ли? Ну, уже ли? Мухаммад уже 20 лет нас зовет к этому, что он всегда нас звал к этому, сказал, обратитесь только к единственному Богу, к единственному Аллаху, к хозяину неба и земли. А наши божества, он говорит, давайте будем их вызывать, мы там на суше всегда их вызываем. дайте ребенка от них вызываем, дайте благу, дайте ту, дайте победу, и третий, десятый. Давайте сейчас тоже будем их. Они сказали, нет, они нас здесь, именно эти божества, нас не спасают. Спасет только единственный, который наверху. Он сказал, все, я вернусь. Значит, Мухаммад прав, от чего я убежал? Убежал от правды. И вернулся, на самом деле, не продолжал дорогу убежать от Мухаммада, вернулся и через свою жену просил, чтобы она взяла у Мухаммада Абишани, не убивать его, не наказать его, если примет Ислам. Сказал, если примет Ислам, все, Аллах его простит. Все грехи. А он принял Ислам. Смотрите как. Умный человек, нормально думал. А Мухаммад 20 лет уже только нас вызывает, объясняет, что надо обратиться только к Аллаху. И надо просить о помощи только у Него. И вот факт. Еще другой событие было у пророка. Начать этого, я говорю, что искры нас даже неверные и неверующие знают, что искры нас спасают. Это Хусейн ибн Уяйна. Подошел к пророку. Его сын Умран до этого принял уже Ислам. Это подошел, отец подошел к пророку. Хотел его слушать, о чем говорит. Или уговаривать пророка. Хватит пророк, ты уже мешаешь всем. Давай оставь это дело. Может быть, померимся. Арабы уже нас, ты делал позор для нас. Ты уже разделил арабов и так далее. Он пришел как старик, как вождь. как уважаемый человек, уговаривать пророка оставлять Ислам. Он пока не подошел, сел, пророк его уважал, посадил, то есть давал ему место сезти, уважаемое место и так далее. Потом он, после того, когда он говорил, закончил, пророк ему говорит, «Я, Хусейн, сколько богов ты поклоняешься, подчиняешься? Сколько двоих божиства?» Он сказал, семь. Семь божиства у него. Он сказал, где они находятся? Он сказал, шесть на земле и один на небо. Он сказал, «Хорошо, когда у тебя трудный момент и знаешь, что спасение невозможно, кому опрощаешься?» Он говорит, «Я опрощаюсь к тому, который наверху». Он говорит, интересно, Хусейн, ты опрощаешься к тому, который находится наверху, единственному богу, он тебя спасает. Потом ты соединяешь вместе с ними, приобщаешь с ними еще эти шестеро сотоварищей? «Я, Хусейн, скажи, «Ла Иллаха, Илла Аллах, Мухаммад, Расул Аллах, скажи, «Я, Аллах, который ты обычно у него просишь, когда трудный момент, сейчас у тебя трудный момент, скажи, «Ой, Аллах, который на небо, дай мне наставление на прямой путь». Он на самом деле повторили три-четыре раза, потом Аллах отекрыл ему сердце. «И сказал, «Ашхаду Аллах, Иллах, Илла Аллах, и Анна Мухаммад, Расул Аллах». То есть, приняли ислам. Пророк, смотрите, такой событий был. И даже пророк слезы пустил. Сын, Хусейн, там сидит, Умран его зовут. Когда,